всем привет меня зовут надежда и я рада приветствовать вас на своем канале зеленая жизнь сегодня у нас 12 марта воскресенье я продолжаю обзор своего зала с растениями это будет часть 2 я думаю что будет часть 3 потому что мы с вами в зале останется еще большой мой стеллаж и это будет совсем отдельная история итак поехали по этой стенке значит это у меня и пепри муси бубу либо монстера silver вот такая вот у меня растение расти скажем так это самое неприхотливое в моих условиях растения я покупала маленьким маленьким череночком ну может не совсем маленьким она растет очень быстро я его уже почеренковала она дала корешки буквально там за какие-то пару недель я сюда также подсадила вот жду когда пойдет рост поставила в общем стоит она у меня в чистой лечу я лечу запон и на такой вот опоре так дальше бежим как поле полевая по мере просыхания видите не знаю видите не видите но сегодня она хочет попить видим дальше тут у меня живет моя любимая мосенька это гикон значит так дальше у меня филадендронская скайдерс бразил тоже такая же посадка то есть я специально сделал вот такие две посадки чтобы они вот так вот гармонично смотрелись одинаковое кашпо одинаковые вот такие вот опоры до кокосовая и когда все это разрастет я думаю довольно таки неплохо будет смотреться опять-таки все может поменяться я все это дело люблю иногда менять смотрю смотрю раз и как говорится поменяла не знаю как у кого в каких условиях я уже рассказывала по поводу этого растения но у меня она очень долго не росло то есть я его купила я тут сравниваю с такими же остальными бьющимися тянущимися плетущимися до растюшками вот я его купила когда его купила я его купила в июле до осени у меня стоял практически до поздней поздней зимы двумя тремя листочками ничего себе не представлял потом у меня тронулся быстро-быстро в рот пошел прямо вообще то есть он тронулся в рот он растет хорошо но он очень долго запрягает как говорится я его быстро пересадила не быстро пересадила вот такую сделаю ему композицию опору и он у меня опять начал сильно сильно болеть то есть почему-то после пересадки он опять-таки стрессанул вот у него тургор был очень очень плохой но я оставила растения в покое не стала паниковать дала ему времени потому что понимала что долго долго сидит и действительно он наклемался все пошло нормально он начал доращивать листочки то есть после того как я его пересадил у него пошли вот такие замечаете да вот такой листик и вот такой вот маленький листик но есть разницы да вот но потом он начал выпускать маленькие листики а потом обычные маленькие листики но эти маленькие листики он потом превращает вот в такие более или менее крупные но они могут быть намного крупнее так как он на опоре конечно же эти листья будут в разы больше так в разы больше и так что все будет нормально я уверена это будет пышное большое растение в дальнейшем я его хочу довести до самого до самой высоты я думаю это будет быстро сейчас он уже в росте в хорошем а потом я буду просто его черенковать то здесь я закреплю и дальше буду черенковать укоренять и дальше подсаживать сюда чтобы это было прям большое большое дерево пока это только начальная стадия как видите самое самое начало так поехали дальше есть у меня вот такая вот композиция посоветовала людмила мне поставить вот таким вот образом лампу и сделала я ее к стене и еще раз ей огромная благодарность за это как говорится одна голова хорошо 2 лучше а так как нас очень много бывает столько советов прямо ну молодцы спасибо вам огромное здесь у меня стоит мой старенький старенький семья кулька вот стоит у меня тут не один там у него еще веточка черного 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 но сейчас мы с вами его искать не будем что хочу буквально пару слов да нет конечно отдельное видео по поводу замиков по поводу вот этого всего как они у меня как я к нему привыкала и почему он у меня не рос вот скажу просто в двух словах ребятами а кулька все любят очень тесные кашпо все вот я его пересадила он пошел стремительно в рост у него вот эти новые листочки они открываются 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 одним за одним я вот но однако же вот этой посадке ему хватит еще куда на 2 даже на 3 трогать я не буду как сейчас помню как я пересаживала этот замик ночью в темноте просто сидел в большом вот и представляете до крупномеры пересаживать это же нужно на это настроиться и никак не могла на это настроиться и я помню это была ночь я посмотрела какое-то видео с пересадкой и у меня возникло такое желание думаю все сейчас я все пересажу и я была так вдохновлена что даже забыла включить свет в общем я тут копошусь в темноте сама себе тихонечко тут у меня у ребенка ну в общем что-то она шла мимо на кухню по прихожей слышит шебуршание заходят в комнату в общем визгу было время два ночи когда потом когда девчонкам рассказывала не сильно ты не одна такая умная мы все тут по ночам шарашимся в общем ребята я думаю что сейчас мою историю кто слушает их думают многие услышали себя так дальше стоит моя аубертианин ауберт аубертианочка моя моя девочка моя сансеверия совсем недавно мы с вами ее пересаживали чистая лечу за закрепила я ее камушками но я нашла для нее опору ребят я ее нашла я ее купила и она идет если это действительно я угадала то что она и на самом деле есть мы с вами обязательно я ее поставлю вам обязательно ее покажу обязательно вот порекомендую потому что она действительно железная она высокая и она смотрится хорошо и она как раз вот ли вот таких вот крупномеров вот но если одну брать это не совсем выгодно я пока купила одну там есть спайки из трех если три брать то так будет как говорится выгоднее по идее надо было взять 3 1 бы пошла бы сюда на сансеверию 2 бы пошла на замика 3 лежала бы на запас ну мало ли вдруг частота еще стартанет и таким же огромным так едем дальше совсем недавно мы с вами пересаживали здесь у меня это хоя крыня на блэк тоже как и название не прилепила но пока я его еще помню ой хотела показать вам такая она у меня красивый такая у меня классно это красула название сейчас посмотрю какая именно красула я не в курсе надо посмотреть эйвари пагода сентября она у меня идет она приходила у меня совсем небольшим отросточка посмотрите как она прикольно растет посмотрите она тоже сидит чисто лечусь им я сразу сделала посадку от именно такой кашпо вот здесь кстати у них вот видите как она идет то есть там не перельешь там водичка идет до определенного уровня и замечательно хорошо и вот она вот так вот куститься такая она прям смешная прикольная мне она очень нравится в общем самое то самое то так повесили на место дальше у меня идет крестовник крестовник герейна варигатный варигатный да 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 об этом свидетельствует видите какие у нас красивые горошинки прям симпатичных видно что они варигатные вот этот крестовник мне дарила светлана с канала волшебный мир цветов когда у нас не было посылочка по обмену и вот так он у меня разросся я хочу потом отсюда убрать вот эту чтобы он смотрелся то есть ну он сам по себе видите будет занимать абсолютно все вот эту полочку не будет смотреться еще круче в два раза больше будет тоже сидит в чистой лечусь совсем недавно мы с вами пересаживали мой паффик это у меня мой американец вот так вот он себя чувствует я его раза два пролила и сливала водичку то снизу водичку не оставляла сейчас уже потихонечку начала снова оставлять воду тургор не теряли все с нами хорошо да и в принципе почему бы он потерял то тургора то было просто не пересадка перевалка грубо говоря да добавили дали ему побольше кашпо моя любимка это орхидея red lip цветет она у меня уже не первый год покупала я ее из частной коллекции помню в свое время она у меня была но она у меня погибла вот и я не могла никак найти то есть она могла попасть мне в магазинах только не в магазинах ну да в магазинах которые вот интернет-магазине потому что у нас пробили выбора орхидей но не особо то было на то время а в таких интернет-магазинах я могла найти только в миксе то есть если попадется и как бы попадется ну то есть а тут я отдала клич девчонкам и в общем мы быстро ее нашли женщина мне выслала молодец спасибо огромное и вот она у меня растет она у меня в чистом пина пина стекле вот стоит она у меня на мне щас палит и надо будет и водичку слить вот ну в общем приподнимать не буду мне нравится знаете свое время купила вот такой вот кашпу она глиняная такое прикольное но я в него в чисто в него не не делала посадки еще никаким просто она используется у меня как декор дальше у меня идет санциверия цилиндрика вот такая веерная я по-другому я искала находила ее название где-то она подписана но искать сейчас точно не его не буду дальше у меня моснянка моя виктория вот с той стороны вот такая вот она уже огромная вот такая дети дети у нее выросла надо будет потом есть и следующая будет идти в сторону пустит у меня в такой вот лодочке и если она следующая редко будет упираться в ту сторону в ту лодочку в ту стенку мне придется все это дело пересаживать и отделять деток как-то так не особо то хотелось бы чтобы у нее было 33 поэтому пускай еще все-таки посидит притория моя кто-то девчонок спрашивал к что это за орхидеи то это обычная банальная территория но в свое время я очень сильно мечтала не я ее очень не ждала искал и когда увидела ее в интернет-магазине где свое время постоянно закупана где было три магазина где постоянно покупал орхидею вот у натальи королева я покупала эту орхидею ком тогда получилось так что это орхидея у меня прям по моему я про нее рассказывал прям подробненько по поводу этой орхидейки она у меня пришла и случилось так что в самой посылке случилось то что обычно бывает когда жарко не до конца просушена орхидея и пошла бактериалка вот естественно все фотографии я наташа тут же скинула наташа мне вернула сумму вопросов вообще не было никаких что так получилось но я все-таки ее выходила у меня все получилось она была у меня на реанимации на наращивание в общем там я боролась потому что там реально пошла бактериалка бактериалка есть начинает идти это такой стремительный и серьезный процесс прям страшный там такие были кошмарные листья это что-то с чем-то и вот посмотрите вот такая вот прекрасная орхидея хорошая у нас розеточка все с ней хорошо так что как то так вообще понимаете сама по себе я вам сейчас покажу свою стену которую я люблю который огоржусь и вы заметите что у меня сами по себе орхидеи стоят обычно в двух посадках ты либо зс закрытая система либо это кашпуарте все но еще банки про банки тоже потом в отдельно посмотрим здесь у меня их нет на этой стене вот но в основном у меня это либо это либо то вот сейчас я вам расскажу немножко конечно же про уход ты моя какая полетела там какая-то мышка тня так дальше у меня идет мой любимый аспарагус мы с вами тоже не так давно его вместе пересаживали вот так вот отойду чтобы было занять понятно да как размеры его уже растет он нереально хорошо и быстро ему понравилось и кашпо квадро все ему понравилось на заднем плане меня моя безым безымняшка мы ее тоже как-то определяли и это наверное подписанную я почему-то себе не подписала которые цветение который я ждала четыре года у нее был длинный цветонос он уже то есть отцвел я его отрезала от цветоноса пошла еще почка и это почка дальше начала цвести ну и замечательно пускай цветет сейчас я так сейчас еще закончим здесь у меня еще есть и схинантус мраморный вот у меня с этой стороны тоже цветущий давайте посмотрим так вот у меня цветет так цветет и схемантус мраморного мне еще маленький но у него пошло разветвление и завидно или не видно тоже сидит чистое ли чудо там в уголке у меня стоит мой ванилька антуриум ванильный чистое ли чудо все хорошо с ним одна из сенсевьерий здесь у меня стоит моя бряночка снежная я ее поставила вот сюда тоже с вами совсем недавно делали посадочку сделали мою влагоемкую там мох но при этом несмотря на на все на все на все раз в неделю нужно подходить и заполнять всю эту емкость водой иначе она пересохнет также в уголок я повесила своем терапию в регатную она у меня хорошо пошла в рост и туда я ее пока повесила еще пока и место не нашла посмотрим вот так тут у нас же еще полочка прежде чем пойти на стену давайте еще закончим с этой полочкой так тут стоит у меня мой сока кофе каждый раз вы понимаете цветет он у меня именно зимой не знаю почему сейчас зима весна весна уже пришла и он уже как-то странно так это цветает прикольно дальше у меня идет мой попкорн попкорн 1 января я реанимировала потому что он у меня во второй раз забросил все корни я уже про него рассказывала жаловалась на него поставила его в открытую систему ему это зашло на данный момент вот вот был полив буквально на днях то есть внизу у него чуть-чуть керамзита сам по себе он открыт закреплен да и у него вот так вот идут крышки все с ним замечательно хотя орхидея в принципе вообще загибалась как не знаю кто очень красиво орхидея дала два цветоноса дала она цветонос дала детка цветонос пришлось все это посрезать потому что корни пропали буквально за сутки не так и не поняла почему у нее такая тенденция есть это уже второй раз деточку у нас осталось я помню когда делала реанимацию ставила ее вот на такую открытую систему я говорила про то что мне самое главное вытянуть бы детку но теперь оказывается и само растение и детка пошли в рост детка сейчас маленько подрастет точнее корешки у нее я хочу чтобы решки были чуть подлиннее ну сантиметров на пять вот и я обязательно отделю вообще в дальнейшем я планирую ну как я планирую но мало ли дальше что-то там планируешь но вообще у меня как бы идея фикс чтобы поставить их подрастить потом детку и в итоге может быть через год может быть через полтора сделать групповую посадку чтобы было два попкорна потому что это цветение невероятное я такого цветения ни одной орхидеи с мелкими с мелкими цветочками не видела фотографию как она должна была цвести потому что это нос она выпустила и цветочков было очень много просто она не успела их все открыть фотография кстати есть на дзен если кому интересно заходите посмотрите прям в ленте она у меня там есть как попкорн начинает цветать просто ждали полное открытие пац и потеряли корни не знаю почему так мой алоэ тигровый мой тигруша мой малыш тоже кстати нужно будет пересадить вам нам с вами как только я буду готова снова пересадка как только зовет заживет моя травма растительная я обязательно это сделаю тоже кстати пришел была ошибка сразу же не убрала знаете вот вот этот вот субстрат в котором они вот так вот сжаты корешки я пересадила метом перевалки пошло загнивание есть видео спасали все это мы дело спасли новых корней у нас нормально вообще вот они светленькие суперски и даже пункт корешок вышел в отверстие поливая я только нижним поливом все то есть сюда в голову наливаю чуть-чуть воды ставлю вот так вот сверху раз надо дотянешься попьешь все отлично зато никаких загниваний нету следующая посадка будет именно такая же кто это такие не знаю вчера искала искала название снова спрашиваю девчонок вот пересадила не знаю вообще хорошо видно нет пересадила сделала только в лукоемкую посадку знаете я знаю что осенью приходила где два растения наверно что-то тоже из репсалисов вот растение одно и вот второе да и всю зиму не рос вообще ни в какую я взяла поставила в лукоемку посадку сколько у меня корней я слежу что было всегда слегка влажно вот сразу видно что идет рост посмотрите эти классные кинющие великолепные просто супер разрастется все будет окей ну а здесь моя гордость девочки совсем недавно пересаживали на с вами эту арбифолию да ну согласитесь и не знаю то ли у меня уже до какой-то оптический обман какая-то иллюзия мне кажется он стал она стала больше ну прям в разы я знаю что как бы это знаете наподобие как skydance brasil да выпускает листочек листочек больше 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 со временем листочек вырастает но я не знала что настолько в разы да вот этот лист мы видим он развернулся но еще не начал расти а тут мы еще пересадили и дали таким образом ему еще больше как это место и питание вот этот лист начал все больше и больше разворачиваться кстати в отличие я точно знаю что сами по себе котлеи они на ночь то есть получается поднимать свои листочки да как бы складывают это малящее такое растение вот когда приходит освещение они снова то есть расправлять свои листочки вот по поводу вот этой я не заметила такого что еще и листов то мало у меня чтобы я вообще обращала на это внимание но как бы я смотрю за этим нет у нее листочки в то в одном положении что ночью что что днем не знаю если у вас есть арбифолия скажите она вас поднимает вот так вот листики кверху или нет я че тут свои не не наблюдала еще ни разу так поехали дальше здесь у меня стоят моим господи ну это плющи ребят ну плющи значит два вида обувы регат на очень красивый обычный зеленый у меня есть у меня его целую кучу он стоит у ребенка в комнате вот в темноте ну прекрасно растет он стал помощью в разы больше там прям целая стена плюща так здесь я кто-то в общем какая-то симпатюшная тоже она у меня в спальне стоит я от нее отрезала я в общем подпишу наверное я думаю что вы точно знаете кто это очень быстро укоренилась я поставила пока вот в такой вот горшочек вообще изначально я думала что все те растения которые я почеренкую я просто подсажу к ним же чтобы было пышнее там лечу за это было сделать практически очень тяжело потому что здесь вот такой вот от отрезочек да и на каждом между узле у него получились корни пришлось его уложить вот так вот сделать к стеночке кому да ладно расти ты уже отдельно дальше моя хамечка идет ну это наверное какая-то варигатная одна из них здесь их у меня несколько раз два три вот такая вот очень хорошая посадочка свое время вы знаете никак не могла тоже с ней почему-то подружиться потому что нам не постоянно загнивала я думаю потому что при поливе я постоянно попадала в какую-то розетку непонятная сейчас я поливаю по краю вот вообще это сама по себе кашпо лодочкой да и она двойное она двойное и нижнее можно спокойно то есть снять слить все это дело без проблем вообще она идет так же как и фитиль это всегда шло с фитилем очень удобненько здесь видно сколько там воды налилось так что просто вот так вот скоро с края подошла налила налила вот так хорошо они мне постояли напились подняла все воду слила замечательно этого им хватает на неделю это точно чтобы быть вот такими жирненькими сочненькими симпатичненькими чтобы у них был прекрасный турбер как видите идут деточки вопросов нет но вообще вот именно вот эту самой сансеверии я тоже да я много сансеверии так делала то есть допустим что-то загнило до розетку достала почистила максимум помазала чуть-чуть подсушила поставила керамзит в керамзите в керамзите наращивает огромную отличную корневую можно снова переставить влечу в общем делайте все что хотите с ней не абсолютно классное овощи растения и вот таким вот образом она смотрится вообще супер какая-то красивая она все это время стояла у меня где-то там с другими растениями если честно не обращала внимание на ее красоту а тут я просто взяла и вот так и переставила и хожу теперь любую все-таки важно согласитесь важно где стоит ваше растение важно можно купить классное растение поставить непонятно куда и очень так и не насладиться его красотой здесь такая же только обычная она самая классическая ханечка вы знаете еще хотел рассказать по поводу вот таких кашпо вот у меня прям назрела 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 эта тема вот посмотрите я лично не знаю как вы ему вот такие кашпо больше точно покупать не буду имеем не буду потому что посмотрите какой у него маленький поддончик сколько вот он вроде бы каплю налил каплю налил да и она выливается оттуда прям ну вот и в общем если у вас это стоит не на какой-то железной полочке да на деревянной если у вас нет никакой подставочки у вас будет проблема с мебелью это точно и я вот смотрю на свою ханечку это в общем в такие кашпо можно делать посадки каких-нибудь я так как у меня два или три таких кашпо есть а потом конечно сделаю сюда вот типа мини садиков суккулентов хотя знаете я уже точно поняла суккуленты тоже любят попить если чё имейте ввиду потому что можно конечно их и подзасушивать они конечно выживут но если вы хотите красивые суккуленты и все-таки нужно поливать вот и вот такие вот кашпо я тоже смотрю по идее классно было бы одышек поставить но одышки тоже любят попить особенно если у тебя одышка допустим пересадить было бы вообще идеально я вот смотрела до этого есть адени вообще классно смотрелось бы но есть адени он захочет зацвести да и ты видишь у него бутоны и как ты это все будешь поливать я ничего понять не могу но сроду вообще никогда не напьется но если ты утром в обед и вечером не будет стоять с лейкой вокруг вот этого самого кашпо в общем самые неудобные кашпо какие есть хорошо что у меня их мало но эту ханечку я сюда рано или поздно конечно же все равно пересажу ну либо можно делать очень сильно влагоемкую посадку тоже как вариант да какую-нибудь я не знаю ну очень влагоемкую мох там в основном еще раз мог очень влагоемкую на самом по себе конечно очень красиво хотя в свое время когда я купила это прекрасную ханечку я покупала ее здесь у нас парабелли и не могла с ней подружиться на мне не росла у нее вообще практически все жамканные были листочки и в общем че только с ней не делала как есть не только я и она у меня очень долго сидела в прозрачном горшочки потому что не было корней вообще не знаю почему я не росла и вот года три больше на прошло уже вот видите она не такая уж и большая в общем если вы хотите себе какое-нибудь компактное симпатичное растение которое еще может вот так вот разрастать обычная ханечка при хорошем освещении довольно-таки очень красиво смотрится я так думаю что у меня видео с обзором растений именно зал будет не из трех частей из четырех потому что я смотрю уже на время а мы с все-таки рассказать и каждый раз рассказать есть что хочет попить это мой 0 1 из на линочек у меня их 3 это самая маленькая остальные мы с вами конечно же посмотрим побольше ответит маленечко подсох кончик но это как бы самый нижний листик его можно будет вообще в принципе потом убрать поливая тоже самый нижний полив ну так то не воскресенье у меня полив я обязательно полью обещаю честно-честно вот покупал ну за мое время я покупала в том году где-то летом раза в два она точно у меня выросла была совсем малышкой я просто паналином прикалываюсь поэтому они у меня всякие разные тут и есть едем дальше дальше у меня тут замиокулькас которая вырастила фрагмента листа феврале был год как я начала это делать я уже показываю очень симпатичный кустик получился здесь снова у меня церапегия вот скажем ну ничего то там начеренковала то то же самое поставить здесь ведь я как делала свое время когда я в том году я по весне то есть год назад купила себе первый раз церапегию то есть мне прислали вот я очень долго не могла с ней подружиться не могла и никак укоренить и когда у меня наконец-то большая моя церапегия разрослась теперь естественно что я начала делать потому что мы должны это уметь да если случилось что-то либо просто дублики себе делать и вот в общем я начала этой весной всячески укоренять у девчонок смотреть кто как делает и делать это разными способами это я укоренила просто в вермикулите 22.01 я поставила ее на укоренение она очень быстро дала корешки не знаю почему в чем проблема тогда у меня была дала корешки сейчас пересадила и вот у меня уже улиточка стоит все такая красивая следующие сансеверию я называю просто цилиндрика в разные стороны все отличненько едем дальше здесь у меня стоят мои аллаказии это аллаказия silver dragon вот такая вот здесь можно так значит пересадка 21.01 я пересадила ее давай кораму внизу у нас кокосовое волокно вот так вот мы прекрасно себя чувствуем вот от нее у меня есть клубеньки вот и клубеньки эти все прекрасно сейчас прорастают хочу вырастить огромным кустом но с учетом того как она хорошо и быстро растет именно вот это аллаказия я думаю что через год у меня как раз этот огромный кустик и будет а шкура дракона растет в принципе в принципе растет и все что я могу про нее сказать кстати этот единственный листик она все-таки начала портить посмотрите но но мы даем следующий листик хотелось бы конечно побольше и наконец-то у нас пошли вот такие вот корни кстати с теми корнями которые высаживала сюда здесь у меня мог лечу запон и снова мог вот тех корней я так и не увидела это похоже новые корни пошли у нее которые именно от стволика видите они сверху идут вниз все ну и сейчас я думаю может быть у нас вот еще корни в общем этой этих корней не было сидела она очень долго вот стояли они у меня в стекле и стекла я их достала потому что стекло мне понадобилось вот так вот да она даже лист портит красивую посмотрите какие оттенки просто великолепно будут ну и бог с ним будет еще один листик потом я думаю сейчас корневой нарастет и листовую тоже начнем наращивать и будем подольше и попышнее все это удержать так дальше у меня сенец с капосов по моему такого называют прекрасное растение мне он очень нравится особенно вот в такой вот посадки такой человечек стоит ну вы знаете она у меня попад вытянулась ну понятно настоял у меня под освещение то вот видите это все что есть я думаю именно поэтому она и вытянулась я хотела его переставить под яркое освещение но там нет места категорически сейчас пока нет места и я вот смотрю что вот так вот она под вытянулась я вот думаю что если день сбоку пойдет детка или как-то в общем я хотела изучить этот вопрос на предмет того чтобы отрезать голову ну ребят ну чё скажите что вы не делаете своими растениями я бы вот так вы знаете вот так вот подошла бы так чик бы сделала вот у кого есть такое растение как вы его размножаете расскажите мне пожалуйста сенец с капосов можно ему голову отрезать если отрезать голову допустим нижние листочки у него так 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 удалить и просто воткнуть в посадку как вы думаете вообще нормально будет были ручки то чешутся ладно хорошо что пальчик болит не буду делать скажи ты в общем мне похоже мой обезьянье хвостик отомстил за все мои нет которых я порезала а здесь у меня алоэ стоит вот такой он красивый ну тут хочется прямо под такое освещение поставить знаете я купила здесь у нас парабели да по моему до в парабели я купила его пол он чуть-чуть поменьше но он довольно таки неплохо разрос тоже сид чисто или чузи скажите овощи вообще прикольный есть он сейчас разрастется еще где тогда можно быть потом сделать какую такую посадку не он там будет в общем что-то это что-то прямо интересно я бы ему прям придумала вот классненький так ну и что полчаса нет все ребят точно все сейчас я вот это видео заканчиваю начинаю записывать третью часть вот прям честно слово сразу начну записывать третью часть потом сядете спокойно налейте себе чайочек и будете со мной рассмотреть мои растения все а я благодарю вас за то что вы меня смотрели приятного выходного до новых встреч и пока пока